Продолжается расследование дела по убийству 27-летней меньчанки. Напомню, что в 15 километрах от столицы, в деревне Дубенцы, было найдено бездыханное тело женщины. Подозрительные кровоподтеки указывали на насильственную причину смерти. По подозрению, сейчас задержаны двое человек. Установлено, что в роковой день эти люди выпивали вместе с погибшей. Что произошло дальше, сейчас как раз и выясняют следователи. Владимиру Королеву удалось узнать некие подробности. Первым тело погибшей 27-летней меньчанки обнаружил случайный прохожий. Бездыханное тело девушки лежало на поляне у леса близ деревни Дубенцы. Мужчина, не раздумывая, вызвал милицию. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Зафиксированы следы и предметы, имеющие вещественное доказательство. Установлена личность погибшей. Ее оказалась жительница Минска, 1988 года рождения. Уже появились первые задержанные мужчина и женщина. Оба жители столицы. На основании собранных материалов следственным комитетом возбуждено уголовное дело. За подобное деяние убийцам может грозить вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. Наказание для женщин до 25 лет лишения свободы. В рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится работа с подозреваемыми. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе с целью установления причины смерти женщины. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы. На теле убитой страны кровоподтеки. Откуда они выяснят гистологическая судебно-медицинская экспертиза? Пока подозреваемые задержаны по подозрению в совершении преступления. Сейчас они находятся в изоляторе. Пока о самих задержанных мало что известно. Установлено, что в день убийства они общались с погибшей. Но о причастности их к смерти минчанки Следственный комитет пока не говорит. Результаты гистологической экспертизы будут известны через несколько недель. Что обнаружили следователи на месте происшествия и к какому выводу пришли эксперты найти другие вопросы? Журналисты попытаются найти ответ в пятницу в программе «Зона Икс» с итоги недели. Владимир Королев и Юрий Тиханович «Зона Икс».